Взрослому трёхлетнему пёсику можно проявить поведение нормально. Ну, конечно, вопрос упирается, что у вас норма, что не норма. Очень редко, когда бывают проблемы, связанные непосредственно, ну, такие, так сказать, которые неизлечимые. Да, например, там, немотивированная агрессия. Ну, то есть, такое врождённое, генетическое, ну, то есть, ну, может быть, с травмой родился, или с какими-то особенностями, и собака не поддаётся коррекции, то есть, она сама не знает, что она сделает в следующую секунду. Но, к счастью, это бывает крайне редко, да, как и у людей, то есть, там, не знаю, люди с шизофренией не рождаются, но, ну, как вариант, да, но это не такое уж и прям частое явление, а ещё, возможно, лечение на фоне него, да, то есть, даже на фоне немотивированной агрессии, если вам такой диагноз поставили, лечение возможно. Поэтому, да, коррекция поведения, формирование нового поведения, возможно, в любом возрасте, вопрос только, да, какая у вас там проблема, ну, я только что про это рассказала, но, естественно, чем дольше поведение тренировалось, тем сложнее его потом забыть. То есть, любое поведение, оно на базисе безусловных рефлексов и формируется какой-то условный рефлекс. То есть, например, вижу велосипедиста, я за ним бегу, потому что я собака и я охотничья собака, которая с инстинктом преследования. Но в дальнейшем, эта собака сделала, потому что у неё безусловно такой рефлекс, но в дальнейшем это становится уже условным стереотипом, таким стилем поведения, вижу велосипедиста, бегу за ним, даже когда он ещё не приблизился, или даже когда он стоит, просто потому что я так привыкла. И, ну, это как вариант, да, и чем дольше тренировалось такое поведение, тем дольше вам потом его расформировать. Но при определённой выстроенной системе, естественно, добиться результатов можно. Вопрос только в том, что хозяева обычно ждут волшебную таблетку, да, если не обратились к специалисту, наверное, они ждут какой-то волшебный порядок слов, абракадабра, абадакедабра или ещё что-то, чтобы собака стала вдруг послушной. В общем, хорошая новость в том, что любую собаку можно перевоспитать. Мой личный пример, я взяла Джек Рассела в возрасте 7 лет, и на тот момент не могу сказать, что я вела очень активную практику, то есть у меня был на тот момент опыт работы с собаками, но можно сказать, что я была практически обычным таким обывателем. Я смогла его перевоспитать. Это, наверное, мой самый сложный случай за всю историю практики, насколько у него было много проблем. И, конечно же, ко мне приходят ученики не всегда с щенками, даже редко, я бы сказала, с щенками. В основном молодыми собаками в возрасте 6-7 месяцев, что тоже является уже достаточно поздним периодом для обращения. Но бывает так, что и после 3-х, и после 5-ти, и после 10-ти лет вопрос в том, что насколько вы готовы собакой заниматься. Поэтому хорошая новость в том, что да, возможно. Плохая новость в том, что требуется терпение от хозяина и система занятий. Продолжение следует...